Добрый день, здравствуйте. Я рад вас видеть. Хороший день, отличная погода. На самом деле, когда мы с Марией Гурьевой задумывали эту пресс-конференцию, у нас немножко фонит микрофон, мы переживали. Я сказал, Маша, даже если приедет три журналиста, мы все равно проведем конференцию. Но я рад видеть столько много сегодня гостей. Спасибо вам, что вы приехали. Это означает внимание к нам. Солофарм – компания, которая была создана 9 лет назад. Мы стояли здесь, узким кругом, у нас было 5 человек, и мы в пустом поле заложили первую капсулу. В то время в компании работало несколько, двое-трое. Это был пустырь, здесь рос бульян, и ничего этого не было. Солофарм прошла, как компания, огромный путь. Мы были новичками на этом рынке. Это был 2011 год. Но первая продукция выпущена была только в 2014 году. Два года шла стройка, и потом год регистрации первых препаратов. Мы выбрали для себя сегмент жидких стерильных форм. Стерильные именно те, которые поступают в организм в жидком виде. Таблетки, инъекционные формы, ингаляции, пульмонологии, респираторные заболевания. Те, которые попадают в организм в жидком виде, а не таблетки. На жаргоне фармацевтов таблетки называются. Твердые лекарственные формы и жидкие формы, именно стерильные, обладают более высоким классом чистоты. Они попадают в организм и приводят реакцию моментально. Как правило, это профессиональное использование. То есть клиники, больницы и другие. Просто нужно это уметь. Тем не менее, за моей спиной находится производственный комплекс, площадь которого 21 500 метров. Там работает 24 часа 7 дней в неделю, 27 производственных линий. За эти годы мы получили 126 регистраций совершенно разных препаратов. В разных терапевтических областях, о которых расскажет Сергей. Мы выпускаем почти 2 миллиарда единиц продукции каждый год. Каждый год, и это 7% потребления жизненно важных препаратов в нашей стране в физическом объеме. На этой площадке 7% того, что Российская Федерация потребляет в физическом объеме жизненно важных препаратов. С гордостью хочу сказать о нашей команде. У нас работает 1267 сотрудников. Только в этот кризисный год мы приняли на работу более 160 новых сотрудников. Мы активно растем, развиваемся. Только в этом году темп роста компании более 60% за 2020 год. Тем не менее, я хотел сказать, что завтра мы начинаем строительство нового завода. Завода по производству твердых форм. Он будет находиться слева от меня и справа от вас. Это завод, который спроектирован по современным стандартам. Благодаря нашей немецкой инжиниринговой компании. ДИДЖИСИ, эта компания спроектировала завод, который может менять габариты стен, перестраивать линии производства буквально за считанные дни. Таких заводов в области фарма еще не строилось в нашей стране. Прежде всего, будучи фанатом эффективности и операционных издержек, я всегда стремился делать любые процессы за всю свою карьеру предпринимателя более эффективными. Для меня всегда было важно сохранять издержки и создавать нагрузку на предприятие максимальное. Это означало более высокую производительность и более низкую себестоимость. Учитывая это, мы нашли решение инженерное, техническое для строительства этого завода. Это модульный завод. Это завод, который будет быстро перестраиваться под любые другие формы выпуска, если потребует рынок. Это завод, который будет способен вынимать производственную линию за несколько дней и ставить новую производственную линию. Это завод, где не будет ни штукатурки, ни бетона, никаких металлоподрезок. Это модульная конструкция. Общая площадь нового здания будет 11 600 квадратных метров почти. Он будет построен с заглублением примерно 5 метров в глубину. И все инженерные сети будут пронизывать с подвала наверх. Таким образом, здание никогда не будет привязано с точки зрения локации мест машины. Это очень важно иметь эту гибкость. Как и стены, сделаны в основном из стекла, мы будем менять их габарит. Общий объем инвестиций в новое производство будет 3,5 миллиарда рублей. Это площадь просто территории, которой будет занято новый завод. Вы видите, он сравнительно небольшой. Если вы учитываете его площадку, то он немного занимает место. Однако мы стали дорожить нашей землей. И здание будет двигаться вверх. Таким образом, общий строительный объем будет почти 89 тысяч кубичных метров. Я уже рассказал о том, что наша основная концентрация будет на твердые лекарственные формы. Сергей расскажет о терапевтических направлениях, которые мы будем развивать. Но общая мощность это 2 миллиарда таблеток и лекарства. Как я сказал, чистые комнаты будут сделаны из стекла. По сути дела и вентиляция, и стены будут висеть в воздухе. Они не будут иметь опоры. И замена этих стен, переконфигурация этих стен будет напоминать лего-конструктор. Мы очень быстро с определенным шагом, метр двадцать, можем менять габариты. Менять не только размеры комнат, но и комнаты вентиляцию. Новые производственные линии будут направлены на производство ЖКТ, то есть препаратов для лечения желудочно-кишечного тракта, кардиология, пульмонология, терапия, неврология и ремотология. Будет создано 185 новых рабочих мест, и мы рассчитываем, что в основном это будут жители Санкт-Петербурга. График завода 24 на 7. Мы рассчитываем, что каждая машина должна работать минимум 340 дней в году. Это означает, что только 20 дней на сервисы, на технические замены. Это позволяет нам достичь самых низких себестоимостей, это позволяет нам удешевить препараты с одной стороны, но препараты без продвижения, без знания врачебного сообщества не имеют никакого смысла. Хотел заканчивать свое выступление, хотел сказать, что фармоторсель, в особенности фармоторсель в Санкт-Петербурге, является лидером нашей промышленности. Темпы роста этой конкретной индустрии впечатляющие. Большинство компаний в Санкт-Петербурге из фармоторслей растут на двузначную цифру в процентах. Мы являемся лидером по росту в сегменте OTC, то есть без рецептурных препаратов в Российской Федерации, на протяжении последних трех лет. Отрасль, вероятно, получит дальнейшее развитие, благодаря созданию большого количества лабораторий, R&D-центров, концентрации фармвыпуска в нашем конкретном регионе, в Санкт-Петербурге. Отдельный вопрос, почему это происходит, я готов ответить. Я рад, что мы являемся частью этих изменений, направленных на улучшение стандартов повышения качества обслуживания и изменений фармоторслей. В основном благодаря частному капиталу, в основном благодаря изменениям за счет новых инвестиций в эту отрасль и за счет того, что GMP стандарт действительно покрывает сейчас большую часть Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, Олег.